МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это уже не соблюдение строительных термотёв. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счётчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень чётко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Всем доброго дня. Доброго дня понедельника. Начинается программа «Добро пожаловаться». И в нашей... Ну, не студии, но с нами на связи. Наши уважаемые эксперты. Председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартир. Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Доброе утро. Здравствуйте. И эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвар Гонтарев. Доброе утро. Доброе утро. И, наверное, я не знаю, мы в прошлый раз как-то немножко под конец замяли тему за недостатком времени. Мы говорили о том, что... Ну, вот про то, что правительство говорило о том, что мы проводим программу энергоэффективности. Однако на самом деле на эту программу не было выделено ни ресурсов, ни денег, ни банковских кредитов, ни стройматериалов, ни специалистов. Вот, может быть, еще раз возвращаясь к этой теме, потому что вот говорят о том, что сейчас вместо пряника будут применять кнут. И, дескать, вот бывший министр экономики Янис Виттенберг заявил, что... Или Арвил Ашарденс, вот я не уверен, кто-то из них заявил, что теперь будет применяться дифференциация налога на недвижимость по степени энергоэффективности жилья. Вот это вызвало тоже бурное обсуждение, звонки, вопросы в студию. Мы начали вроде бы разговор. Может быть, что-то еще можно добавить? Может быть, давайте начнем с того, что не было государственной программы реновации жилого фонда. Была государственная программа, которая предусматривала освоение некой суммы денег на то, чтобы реновировать жилой фонд. Принципиальная разница в чем? Когда есть государственная программа реновации жилого фонда, ну, наверное, она начинается с того, что в Латвии там несколько десятков тысяч многоквартирных домов. Из них государство рассматривает целесообразно реновировать такое-то количество домов, а там что делать с другими домами. Такой программы не было. Была программа, дважды была, принималась программа, в которой имела ограниченное финансирование. И эти программы обеспечивались ресурсами. Но в итоге реализация этих двух программ реновирована была где-то больше тысячи и меньше двух тысяч домов. Ну, и скажем, из двух десятков тысяч домов, что есть, это ничтожные усилия за 14 лет. То есть, еще раз повторюсь, в пределах той программы, которая была пилотной или опытной, можно сказать, там нарабатывались типа схемы, это да, она такая была, она была обеспечена ресурсами и все вроде бы как было. Там другое дело можно критиковать, особенно второй этап по реализации, по бюрократизации. Но это было. Но государственной программы, которая бы стояла цель решить вопрос инноваций домов в государстве, не было. То есть, получается, что эти упреки, что ах так, вы не хотели, значит, по-хорошему теперь будет по-плохому, они, ну, по большому счету, не очень красиво выглядят. Ну, давайте скажем так. Есть 20 тысяч домов, условно говоря, Айвер, меня поправит, если ошибаюсь в цифрах. Из них вы обеспечили ресурсами 2 тысячи. В любом раскладе по реализации можно сказать, а вы 18 тысяч домов, вы такие нехорошие, вы не воспользовались. Ну, это же нелогично, это неверно. На самом деле государство не ставило целью виновировать жилые дома в массовом порядке. Ставилось цель запустить, показать, что эта программа, ну, что вот виновация дает эффект. А дальше плывите сами, как хотите. Мы с Сергеем уже обсуждали, по-моему, несколько лет, что нет общей программы, нет одного конкретного человека в государстве, который бы отвечал за реализацию этой программы. Если запускаешь стратегическую такую большую программу, которая предназначена для энергоэффективности, ну, тогда делаются все предыдущие шаги по подготовке. О типовых документах, о типовых проектах, о типовых решениях, ничего такого нет. Об объёме финансирования, которое захватывает всё. Этого нет. Это лишь был эксперимент. Эта паника, которая началась, я думаю, это выглядело так. Ну, может, я утрируюсь сейчас? Кто-то кого-то позвал на разговор. Слушай, что у нас в стране с энергоэффективностью? Чего этим жителям надо? Да мы всё, да мы же и так, и так, да мы всё. Они берут, они хотят, они понимают. Ну, тогда давай по-плохому. Ну, тогда вот и пошли вот такого рода дальше, всякого рода вот послания. Послания, да, послания. Послания, да, народу. Ох, вы плохой народ. Вот мы вам всё, как государство, да, вот мы как правители, как министр, мы вам вот и так, и этак. Ну, не хотите? Ну, раз не хотите, тогда получите. Ну, это ж не так. Ну, мы все понимаем, что это не так. Ну, покричат, покричат, но их же снесут сейчас. Ну, если 18 тысяч домов не реновировано, и за это ещё наказывать, потому что государство ничего не сделало. То, что сделано, это были эксперименты. Мы рассказывали с Сергеем, какой большой, какие были вот осложнения людей, чтобы вообще расшевелить по алые программы. И потом был просто прорыв, не прорыв, а наоборот впадина, да, там, по-моему, в полтора или два года, там Сергей точнее может помнить, между программой реально работающей ЛИА и реально начинающей работать в Алтумсе, да, когда люди уже своими решениями, да, не ходили, не понимали, а что Штас нам делать, да. Мы также в прошлой передаче рассказывали, почему в городах Лепа и Валмера всё шло вперёд. Я тоже могу рассказать, именно первые дома мы прорывали в Лепа, не только из-за того, что там народ более сплочён и знает друг друга, но из-за того, что самоуправление долгие годы помогало раскачивать всё это. Она давала софинансирование на разработку документации, которая какая-то первая барьера, да, потому что как бы эта документация стоит тысяч. И там странно получается, ну, будет документация, тогда посмотрим, что можно делать. Сколько стоит документация? Ну, то, например, две тысячи. Ну, и такой абсурд получается. Чтобы я узнать, чтобы вообще что делать, мне нужно уже выложить на накопительный фонд две тысячи. Может, лучше, ну, человек простой думает, давай-ка я лучше пару стояков в то время, там это было более десяти лет обратно, поменяй как простую какую-то бумажку, получу, кто мне скажет потом, что это стоит полумиллиона. Ну, зачем мне это надо? Потому самоправление именно шло вперёд людям и говорило, вот давайте сделайте, мы вам профинансируем это с другой программы, самоправление, что-то компенсируем. Та же Лепая приняла решение, например, если квартиран, который снимает квартиру у города, он не голосует от имени самоправления за реновацию, он не получает пособия по квартире, потому что это, ну, очевидно, что это не способствует того, чтобы вот дом был энергоэффективным, чтобы эта квартира меньше тратила на энергоресурсы. Сам мэр, когда мы заканчивали реновацию города, специальным делегацией приходил, ставили вот флаги города на доме, да, то есть, ну, это как, это способствует всему, да, это в местных газетах всё отражает, что вот, жители молодцы, они это сделали. Ну, как это всё шаг за шагом, да, то, что центральная власть и министерство не могли, то города локально, они показывали свой пример, как надо это делать. Ну, а что государству? Да ничего государству. На какие-то выбросить денег было, и они всё это время так и говорили, на всех денег не хватит. А как сейчас наказывать, так всех? Так, ребят, сначала обеспечивайте всё необходимое, то, что нужно людям, всем, чтобы у всех была возможность отрегулировать, а потом же наказывать за это. 6-7-212-93-9, у нас звонок в студию, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Ну, мы можем, конечно, всё сваливать на правительство, на самоуправление и всё такое, но если бы эти деньги были, так сказать, доступны, ну, частным домам, да, собственникам частных домов, они бы их освоили, так сказать, одним мигом. Просто в многоэтажках, вот в Рыге, это особенно, люди не чувствуют, что это их собственность, их собственность, их собственность только до порога квартиры. Вот. А вот что касается, знаете, что значит самоуправление? В Рыге это нам и парвал, в общем-то, через них шли эти все документы. Мы, это был где-то 16-17 год. Всё, и энергоаудель сделали, и проект сделали, за всё запросили. Отдали документы в Рыгах нам и парвал в них. Там, туда-сюда, туда-сюда, и у нас очень активная была тогда. Старшие по дому, ну, была возмущена. То есть гоняли-гоняли эти документы, то там нет человека. И пока деньги кончились, вот мы и опять, так сказать, потеряли деньги, и, я считаю, Рыгах нам и парвал в них. Спасибо. Ну, неудачи разные бывают. Неудачи бывают разные, причин много, но я хотел бы вернуться к государственной программе. Ведь государственная программа подразумевает не только декларацию того, что давайте там сделаем 20 тысяч домов. Значит, под это строятся целые проекты. Значит, должно быть, конечно, источник финансирования. Во-вторых, должны быть проектные мощности. В-третьих, должны быть строительные мощности. Если рассчитывать на то, что бизнес сам разовьется, да, он разовьется, если есть государственная гарантия, что эта программа будет полностью, ну, ее объем можно просчитать. Ничего этого не было. Даже если элементарно была бы государственная программа, то было бы понятно, что ее в какие-то краткие сроки невозможно решить, потому что у нас строительных мощностей нет, а существующие технологии утепления подразумевают утепление только в летний период, и, соответственно, там ограниченное количество домов ты можешь сделать. Если посмотреть на соседей, ну, те же эстонцы, у них государственная программа. Во-первых, она, по их же заверениям, она не зависит от денег Европейского Союза. Эстонцы просчитали, что каждый, что в принципе, софинансирование программы утепления не несет на государственном бюджете, не отражается на государственном бюджете, на доходах, в том случае, если государство выделяет на это до 30% от стоимости работы. Потому что эти 30% возвращаются назад в виде разного рода налоговых поступлений. Плюс сокращается нагрузка на социальный бюджет. Поэтому эстонцы идут, и у них существует программа, и они ее поддерживают независимо от того, есть европейские деньги, нет, а уже европейскую программу подстраивают. Второе, у эстонцев уже разработаны промышленные методы инноваций, где из заготовок берутся с завода заготовки и утепляют дома, и это можно вести круглый год, и сроки утепления намного, ну, более короткие, чем у нас. Поэтому говорить о том, что, ну да, какое-то домоуправление не одно, наверное, ошибалось. Ну и... А у нас еще один звонок. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я думаю, надо чаще повторять, что у нас нету никакой реновации. У нас просто берут здание и обклеивают ваты, и они это называют реновацию. А если посмотреть к эстонцам и к комплексному подходу технологической карте, вот там у них идет реновация. У нас не было ни одного реновации. Что вы имеете в виду под реновацией тогда? Смотрите, у нас просто приезжают мужички бравые, ваты обклеили, и бог знает, как сделали декор. А я имею в виду, что меняются окна, когда у нас будет две камеры внутри окна, когда это окно будет правильно изолировано, энергосертифицировано, когда у нас будет рекуператор в каждую комнату стоять. И вот это в комплексе все и дает как бы уменьшение теплопотерь. А не обклеить ваты из здания. Обклеить ваты из здания не работает уже в 21 веке. А кто принимает решение о замене окон? Скажите, пожалуйста. Еще раз, что-что? Кто принимает решение о замене окон? Смотрите, подходим к зданию. Не смотрите, а ответьте конкретно, кто принимает решение о замене окон? Ну, каждое лицо индивидуальное, я думаю. Да, собственники квартир, которые в Латвии, как правило, отказываются от этого. Да, рекуперация. Прекрасная вещь, но, опять-таки, это же должны принимать решение вы, объем программы не ограничен. Мы говорим про энергоэффективность здания, про энергоэффективность. Вот у энергоэффективности, у нее есть свои нормы и правила. Понимаете? И все законы... Не, я не понимаю вас. Честно говоря, я вас не понимаю. Потому что я могу сказать только одно, у меня есть опыт. Она не становится энергоэффективным. У меня есть опыт. У меня есть два рядом стоящих здания, и таких несколько, больше десятка, которые стоят рядом с друг другом. Одно, как вы выражаетесь, ну как, обклеено, чем-то декор наведен, трубы поменены, водопроводные, канализационные, система отопления модернизирована, чердаки утеплены. Но это все то, что вы говорите, не относится к энергоэффективности. А рядом стоит здание, над которым такое издевательство не произвели. Так вот, энергопотребление в этих двух зданиях вдвое отличается. Ну, наверное, это не энергоэффективность. Да, эстонцы пошли дальше. Они пошли к тому, что они разработали специальные технические требования только при условии их выполнения. Они дают, да, у них энергоэффективность выше, но здесь надо учитывать один момент. Есть определенный предел на этих зданиях, которые вы можете достигнуть, но со сравнительно небольшими деньгами. Так вот, если вы сравните, я знаю, в старых ценах я сравнивал проект, вот обклеить, как вы говорите, модернизировать систему отопления, это где-то в среднем там 300-400 тысяч евро стоило. То вот добавить вот этот довесок, который дает 5-8-9 процентов экономии, плюсом к тому, что тем 40-50, которые получаются от этого управления, упрощенного этапа, то получается, что туда нужно добавить еще 500 тысяч. Вот здесь и начинается вопрос. А когда ты приходишь к людям и говоришь так, вот 40 процентов вы можете достичь за счет 300 тысяч, а еще плюс 9 процентов за счет замены окон, рекуперации и, скажем, еще там что-то такое, солнечные батареи, ну тебе говорят, что парень, мы на миллион не подписываемся. Эстонцы подписываются. То есть это зависит от собственников квартир. Решение, собственно, Но есть минимальные объемы, которые делать необходимы. Последнее, что я хочу добавить на эту тему, если была бы государственная программа, то в ней бы должно было быть включено так. Вы должны пойти на это добровольно, а если не пойдете, то у вас в конце висит такая хорошая, такая невкусная морковка. Тогда люди бы принимали решение, потому что госпрограмма любая подразумевает, по стратегию и цели, второе, способы их достижения и принуждение к тому, чтобы это выполнялось. 6-7-212, да. Олег, здесь спора нету между радиослушателем и Сергеем. Сергей, ну, один из самых опытных в Латвии по ареновациям, он очень хорошо, и Сергей знаком с Эстонией, также я спрашивал, вот меня знакомить с эстонскими опытом, мы там очень много раз были, разговаривали лично с авторами всех этих программ, и те, кто это писали, это профессор технического университета Таллина, в том числе, с которым мы лично знакомы, которого я приглашал в Латвию, если вдруг нашему министерству понадобится их опыт. Просто эстонцы быстро учатся. Они провели первую программу, да, конечно, везде, где какой-то новый проект проводится, есть свои сразу дефекты, да, по неудачному опыту. Они очень рано поняли, что при утеплении дома он перестает дышать, и нужно решать вопрос вентиляции. Они сразу это включили в технические требования, да, что вот, если без этого, тогда вы столько не получите, софинансирование. Но это все-таки это государство, которое вот этот тренд-лайн прокладывает и говорит, вот, ребят, надо так. Да, и эстонцы никак, они же смотрят, почему они могут проголосовать за миллион, а наши не готовы проголосовать за миллион, потому что наши не уверены люди в том, что это будет давать тот необходимый эффект. А когда у тебя полстраны уже прореновировано, и это все люди верят в это, то есть, да, что это цель, вот уже столько домов прореновировали, и там можно убедиться, да, вот действительно шатат до и после, да, вот они делали так, получили такой эффект, это сделали, ну, наверное, это можно, без этого можно и обойтись, да. То есть, это целостность, если, ну как, друг на друга смотрим, как, не знаю, те же самые электромобили, да, лет пять обратно, их было мало. Сейчас с каждым днем ты видишь больше и больше синих номеров, да, и больше и больше электромобили, когда у тебя есть возможность убедиться и, ну, скажем так, проверить, и это начинает уже приобретать массовое, скажем так, уже, да, как влияние, тогда, конечно, каждому последующему уже легче проголосовать, да, потому что это же всегда так в коммунальной сфере. Да, вот у нас все слушатели звонят, здравствуйте. Да, значит, смотрите, давайте в стиле господина Сидорки поменьше воды и побольше цифр. Если мы стену обклеиваем чем-либо, это 40% потери тепла, только 40%. Окно 25%, рекуператор 10%, 25 и 10% это примерно 30-35% тепла потери. Поэтому, облепив чем-либо стену, мы не решаем проблему с термоизоляцией, господин Сидорко. Цифрки, цифрки, каждая дверка, окошечко и диффузор вентиляционный, он в процентном соотношении потери тепла. Поэтому давайте говорить о цифрах, а не эмоциях. Да нет, да, 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 спасибо большое, просто я... Да я без эмоций вам отвечу так. Во-первых, если вы говорите о цифрах, то вы должны знать, что когда вы считаете энергоэффективность, экономия тепла линейна, эффекты не складываются. Если складывать линейно и послушать рекламу, то сразу сложив линейно, эти здания давно должны были отдавать тепло назад в двойном размере. Это первое. Там немножко все зависимости посложнее, не надо это упрощать, особенно в эфире. А дальше насчет эстонцев еще скажу. Почему рекуперация у них появилась? Эстонское государство, проведя исследование, установило, что в квартирах после установки просто окон новых поколений не хватает кислорода. И поэтому в Эстонии в объем реновации обязательно включается обеспечение воздухообмена в квартирах по европейским нормам. А это довольно солидные объемы воздуха нужно прокачивать через квартиры. Тогда сразу реновация становится важной. Когда мы сейчас рассчитываем на инфильтрацию воздуха, но никакой рекуператор вам здесь не поможет. Здесь тогда нужно делать принудительно приточную вентиляцию, что очень дорого, и обеспечивать, скажем, приток кислорода и свежего воздуха в квартирах на очень существенных величинах. Это совсем другой уровень. Сейчас мы это все делаем за счет окна. И я бы сказал так, дискуссия между радиослушателем и мной достаточно бессмысленна, потому что он ничтожно относится к утеплению, хотя сквозь стены, как он сам говорит, уходит до 40% тепла. Поэтому можно, конечно, сказать, вот если мы не ставим солнечные батареи на крышу, то поэтому не надо виновировать здание, не надо его утеплять. Это же не обклеит чем-то, это обклеит теплоизолирующим материалом, соответствующими там расчетами и так далее. Но не надо так говорить. Ну и с практической точки зрения, если мы подойдем к фасаду, в данный момент любой многоэтажки, мы уже видим 90-95% уже меняли окна. И когда идет с практической точки зрения, что сейчас говорим, когда идет голосование за программу конкретного дома, тогда у жителей всегда есть выбор. Меняем окна уже на нового поколения, потому что кто-то их менял год обратно, кто-то три года обратно. У кого-то уже все эти двухпакетники стоят, даже трехпакетников уже могут стоять. И люди тогда выбирают, что они конкретно хотят для своего дома. Если насчет окон, то я техническую подробность. У нас окна новые ставятся и ставятся неправильно. Их неправильно смонтируют в старый проем. И обязательно, если вы хотите эффекта от термоизоляционного окна, то вы должны его вынести на уровень фасада. То есть там совершенно другой принцип установки. Почему эстонцы и предлагают и заставляют менять окна, даже позавчера установленные, они были просто неправильно установлены. И это у нас массовые явления, все об этом молчат. Тут пишут нам на номер ватсапа 2306191 2306191 такой вопрос. Скажите, я должен взять кредит на капремонт, реновацию, многоэтажки, а потом во время затяжного экономического кризиса и закрытия рабочих мест за неоплаченный долг, могут ли меня выселить из квартиры с вопросительным знаком и дальше или это государство может мне что-то гарантировать. Ну вот я могу ответить на этот вопрос по-другому. Если вы не возьмете кредит, вот те, кто не взял кредит и не виновировал, сейчас платят порядка 200 евро за отопление, а те, кто взял кредит, те платят порядка сотни. Вот и весь ответ на вопрос. То есть государство вам гарантирует, что вы будете при условиях тяжелых энергетического кризиса в случае виновации платить намного меньше. Это первое. Второе. Ну вопрос о том, что если вы взяли кредит, вам кто-то позволит не платить за квартиру, но я в это не верю. Я в это не верю, потому что вы возьмете кредит в банке, а банк в первую очередь делает что? Он в первую очередь снимает деньги, которые вы должны банку, независимо от того, на какие цели вы их заплатили. Поэтому давайте говорить откровенно, никакие обязанности собственника квартиры по содержанию своего жилого дома с вас не снимается, обязанность платить вас с вас тоже не снимается. В случае, если вы попадаете в тяжелое материальное положение, надо обращаться в органы социального обеспечения. А дальше, ну что, свою собственность вы можете содержать либо в запущенном состоянии и платить бешеные деньги и на ремонты все возрастающее, терпеть неудобства и платить большие деньги за энерговесосы, либо вы можете жить по-другому, структурировав свои затраты больше на возврат кредита и меньше на коммунальные платежи. Больше ничего не могу сказать. Олег, мне еще один инструмент финансиальный прошел на ум, сейчас общаясь по примеру Эстонии, где, как Сергей уже сказал, там инстанции вместо автоматизации есть кредекс, который выдает взаим на инновацию и гранты, если они есть. Но, как Сергей уже сказал, она концептуально построена по-другому. Государство понимает, если дом будет отреновирован, если я правильно помню сейчас цифру, Таллиннский университет, они точно посчитаны 32%. Это ПВН всякие, соц. налоги и так далее. И они говорят, мы вам 30% отдаем обратно грантам. То есть, здесь, по сути, государство играет такого администратора. Они же даже не одалживают деньги нигде. И что сейчас происходит в мире финансовом? Сейчас евро-борставки поползли вверх. Очень круто. Если государство откуда будет занимать деньги, оно тоже будет платить эту бешеную ставку евро-бора, которая в разы уже выше по сравнению с тем, что было. В свою очередь, такой оборот дел, как в Эстонии, он же позволяет государству в принципе, она ни от кого ничего не одалживает. Она ничего никому не дарит. Она просто из-за оборота дел, из-за будущего, будущих ваших налогов вашего дома, они вам говорят, ну вот, ребята, отреновируйте, мы вам 30% дадим ваши же налоги, которые появились в процессе реновации вашего дома. Что это значит? Вот по такой программе государство могло бы фиксировать даже займ, потому что это налоги, которые появляются только из-за того, что вы проголосовали за реновацию. Это не наружный займ, на который нужно определять еще плюс евробор, который сейчас, если я не ошибаюсь, 2,5 или сколько там, и прогноз, что он до 3 вырастет. Это все дорожает кредиты в бешеных темпах. государство могло бы сказать, что это 0 или 1%. Но стоимость денег столько-столько, сколько стоит ее администрация, не больше. Потому что это же наши деньги, это наши налоги, которые мы платим за реновацию, но которые нам возвращаются через такой оборот обратно. Понимаете, вот здесь все эти возможности наша государство просто не пользуется. И ничего не надо. Ничего не надо, просто ум нужно присесть. Я же договорился с этим профессором Таллинского университета. Если Латвии понадобится, вы сможете приехать проконсервировать? Да без проблем. Да без проблем. Но пока вот не завод, понятно. Никто не пользуется. сами умные, конечно, гордые. Так, у нас звонок 67212 93 день. Здравствуйте. Да, значит, это такой у меня вопрос. Это мы делаем, это мы не делаем. Когда случилась неприятность, надо было слесарю выжить. Наверное, объяснять, что до вашей двери, это мы делаем. А то, что в вашей квартире, это ваши проблемы. Ищите сертифицированного специалиста. Это сертификат об бумажке об окончании тех или их курсов. И они гарантируют, что человек вообще что-то умеет. Это получается, если пили, строгаете, то-то кури снизу, а тебя на кухне воняет табаком. Кто-то что-то делает, допустим, у меня радиатора, и сядет между одного два радиатора, а сейчас трубы меньше, тебе опять меньше. Как с этим бороться? Как это может быть? Это мы делаем, это мы не делаем. сделаете, вы что-то человек оплатит, дело. Но почему он должен бегать и искать сертифицированную бумажкой. более было такие случаи, когда надо было по велению читаешь золотые руки. А потом начинается а у вас это, у вас это, у вас у вас это. Ой, а я сейчас в городе, а я сейчас это начинается. Человек начинает отмениваться. Как быть такой ситуацией? И куда звонить, что делать? Спасибо. Сергей, может быть, я понимаю, что я могу сказать так, если вещь идет о сертифицированной и не сертифицированной, но есть такое хорошее понятие, но человек получил образование некое, там, я не знаю, рабочее или инженерное, и при этом сдал специальные экзамены, подтверждающие его квалификацию. Это плохо или хорошо? На мой взгляд, это необходимые условия для выбора специалиста. Если вы выбираете специалиста между дядей Васей и сертифицированным дядей Васей, я думаю, что, скорее всего, вы выберете сертифицированную. И что здесь на это жаловаться? Дальше, где чего искать, мы не знаем, мне трудно сказать, в чем там проблема. На самом деле, нельзя фрагментарно менять оборудование, ну, там запах, допустим, на кухне из чужой квартиры. Да, этот запах появляется на кухне из чужой квартиры, потому что кто-то непрофессионально вмешался в работу системы вентиляции. Скажем так, перепутал каналы вентиляции, куда должна была быть подключена его квартира, либо осознанно, либо специально. Из-за этого появляется запах, нарушается вентиляция. И то же самое по радиаторам. Нельзя их менять в одной квартире. Точнее, люди меняют, вроде бы ничего плохого нет, но в полности, но целиком весь дом становится разбалансированным, ни к чему хорошему это не ведет, в том числе и в этой же самой квартире. И вот так вот мы можем сейчас с вами говорить, поэтому, да, нужны проекты, нужны сертифицированные специалисты, весь вопрос в затратах. Допустим, на типовую пятиэтажку можно сделать типовой проект замены батареи и сказать, что это можно делать во всей городе Латвии для этой сеть. И это будет справедливо. Может быть, два проекта, один на утепленное здание, другой на неутепленное. Стоимость этого проекта 2-3 тысячи евро каждого. Но у нас требуется, чтобы каждый дом сделал такой проект. То есть, если есть там тысяча домов одинаковых, но на каждый должен быть свой проект. То же самое по утеплению, скажем, то же самое по другим вопросам. То есть, каждый должен себе кого-то уникальнейший. Ничего не уникального. У нас дома серийные, основная масса домов серийных, и там тысячами они счисляются. Вполне могло государство вместо этих безумных денег, которые даются на поддержку проекта индивидуально на каждый дом, там 5-7-8-9 тысяч выделяется. Эти софинансированные вполне могли разработать уже давно типовые проекты. Но это не делается, поэтому такие звонки поступают. Возвращаясь к реновации, почему эстонцы всегда впереди, и что с утеплением Финляндии и Литвы? У нас буквально две минутки осталось. В Финляндии и Литве близкая ситуация к Эстонии. В Эстонии почему впереди? Потому что, как сказал Айва, как Фредикс начал заниматься в 90-м каком-то году вопросами проведения программы и внедрения государственной программы виноваться. Так он и остается. У нас уже три учреждения поменялось за это время. И каждый изобретает свои новые правила и доказывает, что они самые крутые между собой. А в Финляндии, насколько я понимаю, в Финляндии этот вопрос не обсуждается. то, что не может существовать ни энергоэффективные здания, там вообще дискуссии нет. Надо повысить энергоэффективность, просто молча берут и повышают. Там немножко другая структура. Там собственники квартир таким образом не могут устанавливать свои правила игры. Там есть общие требования к зданиям и эти требования должны быть реализованы. Вот и все. В Эстонии Крэдекс это целенаправленность, что есть одна инстанция, которая на себя взяла лидерство в этой сфере и пошла вперед. И начала думать, вот сейчас мы здесь, что нам нужно будет делать, когда закончатся европейские деньги. Давайте посчитаем другие варианты. Вот посчитали другие варианты, нашли и вперед. В Латвии и Риге проблем-то много, да, и в основном она политическая. Нету политического желания, нету стратегии и нету реализации. Что дало, например, мой пример, где я своим опытом реновации и со всем опытом Эстонии взял с собой в РМП вез и чиновников РМП и Алтумса Финмина Экмина. Всех посадил в автобус поехали в Эстонию. Ну, за два года в РМП проголосовало 175 домов. Где они? Ну, пришел следующий градоначальник снял, сказал, что дальше мы сами. Ну, где? Ну, вот и так во всем процессе кто-то его начинает, потом кто-то приходит, снимает, скажет, дальше мы сами, дальше ничего не продолжается, опять информативно и процессуально ничего не продолжается вперед. Вот в чем проблема. Я как-то не слышал в Эстонии, чтобы кто-то приходил и вдруг зарубал все проекты по энергоэффективности. Вот как-то не было у них такого провала, как у нас было между Ли и между Алтумсом. Как-то не было такой ситуации, что вот Кредекс бы объявил, мы все закрываемся. Денег больше нет. Откуда не могут быть деньги, если сама суть реновации ты не делаешь ничего, налоговое поступление из реновации ноль. Ты хоть что-то начинаешь делать, 32% сразу получают плюсом государства. Так перенаправьте эти деньги просто в этот же которые мы платим за реновацию. Не на реновацию, не для того, чтобы, как мы говорили с Сергеем, разработку типовых проектов, чтобы никому не надо было платить за... Не туда. Ну что же, мы, наверное, должны будем завершить нашу программу. Я вижу, что пришли вопросы, мы продолжим задавать их, может быть, уже в следующей программе, поскольку действительно тема очень большая. Председатель правления Товарищества Центра Консультации Собственников Квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домов управлений, в том числе РНП Авра Гонтерев сегодня отвечали на ваши вопросы. Спасибо большое. До встречи в следующий понедельник. До свидания.